Привет всем! Также как и про Лигу Чемпионов сделаем выпуск на нашем канале про расклады в Лиге Европы. Узнаем как команда жили без Еврокубков эти две недели, посмотрим расписание и таблицы всех групп. Байер после первого тура набрал 3 очка. Команда провела в своем чемпионате 3 игры после Лиги Европы. 2 выиграла и выигрывала и 3 у Баруси Дормут, но победу не удержала и проиграла в итоге. Сыграет Байер с Айком из Кипра, у которого в таблице 0. Айк провел за 2 недели 2 игры и обе выиграл. Одну в чемпионате, другую в кубке своего острова ОПОЭЛа. Их матч 4 октября в 8 вечера по Москве. У Цюриха также 3 очка в группе, 5 игр, нигде не проигрывает Цюрих. У них было 3 матча в чемпионате Швейцарии. 2 выиграли и с аутсайдером Ксамаксом сыграли в ничью. Цюрих в Лиге Европы также 4 октября примет Лудогорец, у которого в таблице 0. Лудогорец все 3 матча своего чемпионата выиграл и во всех умудрился пропустить. Группа Б. Зальцбург выиграл в первом туре на выезде у Лейпцига и у команды 22 беспроигрышных матчев подряд. Эти две недели они провели плодотворно, обыграли Рапид, который также участвует в Лиге Европы. И еще было у Зальцбурга 2 крупные победы 6-0 и 4-1. Сыграют они теперь с Селтиком. Селтик после Лиги Европы проиграл и дважды минимально выиграл. И клуб в чемпионате Шотландии лишь 5-й. Вот и Лейпциг, у него 0 очков. Они также в Модеслиге плодотворно потрудились. Вырвали ничью с Айнтерактом и выиграли у Штутгарта и Хофенхайма. Ждет их во втором туре выезд к Русенбургу, у которого 0 очков в таблице. Русенбург выиграл в Кубке Норвегии, а в чемпионате сыграл так. Поражение от Мольды и победа над Сарсбургом, который также играет в Лиге Европы. Группа Си. Славя Прага ее возглавляет 3 очка. У Слави было во внутренних турнирах 3 игры. 2 победы и поражение, которое прекратило их 7 матчевую выигрышную серию. Сыграют они с Зенитом в 19.55. Зенит также. 2 игры выиграл у Локомотива 5-3 и вкупе у команды Волгарь 4-0, но затем проиграл Анжи. Зенит никогда с чешскими клубами не играл, а Славя с российскими. Близится и матчи Лиги Наций. Уже на нашем канале выпущен ролик про состав сборной России. У Копенгагена также 1 очко, как и у Зенита. И также после Лиги Европы 2 победы и последний матч проиграл Аутсайдеру, после чего Копенгаген потерял первое место в чемпионате. Играть им в Лиге Европы предстоит на выезде с Бордо. Французы в трех турах Лиги 1 добыли 7 очков, сыграв ничью лишь с Реймсом. Их игра также в 19.55. Группа Дип. У Динамо загреб 3 очка. Клуб 6 игр идет без поражений. И также, как и во многих странах, у них прошли матчи Кубка, где Динамо минимально выиграла. Также они сыграли принципиальный матч с Хайдуком 0-0. Играть им с Андерелехтом, которого в таблице 0. 9 лет назад они в этом турнире уже пересекались в группе, из которой Андерелехт вышел, а Динамо нет. Хоть Динамо и выиграла на поле Андерелехта. Итак, бельгийцы выиграли у Стандарта в своем чемпионате. Стандарт тоже играет в Лиге Европы, но в группе Джей. Про нее еще поговорим. А после Стандарта Андерелехт постигли неудачи. Вылет из Кубка 3-0 и ничья в чемпионате. В этой группе еще Спартак Тарнава, у которого в таблице после первого тура 3 очка. И Спартак в чемпионате дважды проиграл. Словану и Дунайская Стреди. Названия тоже знакомы. Но в Кубке выиграл их соперник по второму туру Лиги Европы Фенербахче. И ему тоже нужны очки. Фенербахче играет неважно в чемпионате. Команда 14-й в таблице. Была ничья с Башхакташем и поражение 3-0 от Рези Спора. Также они играют 4 октября в 19.55. Группа И, в которой играет Спортинг. Шесть игр команда не проигрывала, но в чемпионате их остановила Брага. И еще был у них один матч в чемпионате Португалии, который Спортинг выиграл без проблем. 2-0 у Маритиму. Сыграют они с Ворслой Полтавой. Она также после первого тура Лиги Европы провела две игры. Выиграла у Зари, которая в Лиге Европы не пробилась. Украинскими клубами и ни разу не проигрывал. В этой группе играет один из фаворитов Лиги Европы, Арсенал Лондон. У канонеров после двух поражений на старте сезона 7 побед подряд. Как же они сыграли вне Лиги Европы? В кубке они выиграли и выиграли еще в чемпионате у Отфорда и Эвертона. Играют они теперь с Карабахом, у которого в таблице 0. Команда также провела три игры и все выиграла в чемпионате Азербайджана. С общим счетом 9-3. Надо напомнить, что финал Лиги Европы пройдет именно в Баку. И Арсеналу нужно проделать сюда 4000 километров. Поговаривают, что это будет самое длинное путешествие Арсенала в истории их Еврокубков. Но будет еще один длинный перелет у другой команды, про это чуть дальше. Кстати, если не смотрели видео про чемпионат Европы 2024, рекомендую. Группа F. Убейте с одной очкою в Лиге Европы. А вообще команда 8 игр не проигрывает нигде. После ничьи в Лиге Европы они вновь играют в ничью в Ла Лиге с Атлетиком Бильбао. А затем дважды выигрывают по 1-0 у Лиганеса и Жироны. В общем, все эти три клуба не смогла бы играть Барса. Игра Бетти с Дюди Ланжем, у которого 0. Дюди Ланж в своем чемпионате король. Три победы в подряд после Лиги Европы. Со счетом 7-1, 2-1 и 6-1. Милан возглавляет квартет 3 очка. В своем интересном чемпионате Милан на 11 месте. Сейчас у них серия из 7 матчей без поражений. Вскоре они должны по таблице подняться. И так они сыграли дважды в ничью с Аталантой и Эмполи. И выиграли еще у Сосуола, который занимает 3-5 место в серии А. Играет Милан с Олимпиакосом, который проиграл в чемпионате Паоку. От этого самого Паока пострадал недавно и Айка Финны, который играет сейчас в Лиге Чемпионов. Ну и в двух матчах Олимпиакос выиграл в чемпионате и в Кубке. С Миланом им уже приходилось встречаться в 2014 году на Международном Кубке, где греки выиграли 3-0. Группа G. У Спартака 0 очков. Клуб за 2 последних тура чемпионата России набрал лишь 1 очко, сыграв в ничью с ЦСКА и проиграв Ростову. Ну и было еще выездная победа в Кубке. Уже 6 игр Спартак больше одного мяча за игру не может забить. Играть М2200 с Вильяреалом. Играли они между собой в 2004 году в Кубке Интертота. В одном матче выиграл Вильяреал, во втором была ничья тогда. И так в своем чемпионате испанцы и выиграли, и проиграли, и сыграли в ничью. В общем было все. Но самое неожиданное, это конечно поражение от Вальяда Лида на своем поле. Рапид лидер группы после первого тура. У команды 3 очка. Они также провели за 2 недели 3 матча. В Кубке выиграли по пенальти, и 2 матча в чемпионате проиграли. Первому Сальцбургу и дома второму в таблице Санкт-Пельтену. Встретится во втором туре Рапид с Рейнджерсом, который тоже преподносит сюрпризы. В премьер-лиге поражение от Левинстона. Еще были у них 2 крупные победы 4-0 и 5-1. Рейнджерс в таблице прямо за Селтиком, 6-й. Следующая группа H. Прошлогодний финалист Лиги Европы. Марсель 4-0 очков. Марсель провел после первого тура Лиги Европы 3 игры в Лиге 1. 2 проиграл, обе на выезде. Лиону и Лилю. И выиграл еще у Страсбра. Играют они с Аполлоном на Кипре. У Аполлона 0 очков. И они сыграли 2 матча в своем чемпионате. И 2 выиграли с общим счетом 6-0. В этой группе еще играет Айнтракт из Франкфурта. У него 3 очка в группе. Клуб в своем чемпионате, как и Вильяреал. И выиграл последней командой Ганновера. И проиграл Боруси Менхенгладбах. И сыграл еще в ничью с Лейпзиком. Играют они с Лацо. У них тоже 3 очка. Они также сыграли 3 игры. И все 3 в чемпионате. Дважды выиграли у Динеза и Дженуа. И проиграли в Дерби Роме. Это их первое поражение за 6 игр. Матчи этой группы в 22-0-0. Группа Ай. У Башикташа 3 очка. Они 7 матчей не знают поражений. В чемпионате Турции было 2 тура. В котором Башикташ сыграл в ничью с Венербахче. И выиграл у Кайсери Спора. Они играют с Мальми, у которого 0 очков. До этого они уже встречались 4 раза в Еврокубках. 2 победы было у Башикташа. Победа у Мальми и ничья. Мальми в своем чемпионате провела 3 игры. И добыли 4 очка. В одном матче они проиграли Норчи Пингу. У Генка в группе также 3 очка. Они после Лиги Европы провели 3 игры. Выиграли 4-0 в своем кубке. И выиграли в своем чемпионате дважды. У Зюльты 4-0 и у клуба Сёркль 5-2. Всего Генк не проигрывает на протяжении 27 матчей. Сыграет он на тот раз на выезде с Сарсборгом. Который в Лиге Европы проиграл. И уже проигрывает 7 матчей подряд. В своем чемпионате они середняки. И дважды проиграли в последних турах. Один из матчей Руссенборгу. Матч этой группы в 22-0-0. Группа Джей. У Сивили 3 очка. После Лиги Европы команда выиграла еще 3 игры. В итоге у них 4 победы к ряду. В чемпионате Испании они одолели Леванте, Эйбар и Реал Мадрид. И забивает Сивили более 3 мячей за игру за последнее время. Играют они на выезде с Краснодаром. У которого тоже выигрышная серия. Но и 6 матчей. После Лиги Европы они трижды выиграли. И ни одного гола не пропустили. В кубке одолели Авангард Курск. Затем Динамо Москву в чемпионате. А до этого еще Крылья Советов. Сивили играла с российскими командами 14 раз. И 6 раз побеждала. У ней в группе еще играет турецкий Акхисар. У него в таблице 0. Но в чемпионате они выиграли у Галтасарая 3-0. Но в таблице Турции клуб все равно в аутсайдерах. И проиграли еще спор о Лане и Спору. У Стандарта тоже дела не важны в чемпионате. Как и Акхисара. Они уступили Андерлия, кто затем уступили в кубке. Но все-таки еще удалось им выиграть у Остенде. Игры этой группы в 22-0-0. Рассмотрим расклады в группе Кей. Рен тут лидер 3 очка. Клуб провалился в своем чемпионате. Из трех туров добыто лишь 1 очко с Тулузой. И два поражения от Амьена и ПСЖ. Ирену, как и Арсеналу, предстоит длинный воеж-воеж в Астану. И проделает клуб около 5000 километров. Астана выиграла все три матча в своем чемпионате. Забив 6 и пропустив лишь один мяч. У команды 7 матчевая беспроигрышная. У Динамо Киев 1 очко. Они сумели провести в своем чемпионате 3 игры. И все три выиграли. У Дисны 4-0. У Арсенала в дерби 1-0. И выиграли еще перенесенный матч у Мариуполя 2-0. Их ждет поездка в Чехию к клубу Яблонец. Сойдется вторая и третья команда своих стран. Яблонец в Лиге Европы на последнем месте 0 очков. Но в своем чемпионате выигрывает 2 победы над Викторией Ползинь и Теплице. Или Теплице. И давайте посмотрим последнюю группу L. Тут на первом месте БТ Борисов. Они выиграли пятую игру к ряду. А произошло это в матче с Минским Динамо 2-1. А также они до этого одолели Торпедо Минск. Играет БТ с Паоком, которому уже раздали комплименты. В таблице у них 0 очков. Но во внутренних турнирах порядок победы в чемпионате над Олимпиакосом и Айком. И ничья в кубке. Сейчас там проходит второй раунд и команды поделены по группам. У Челси также 3 очка в Лиге Европы. Они минимально выиграли первую игру у Паока. Затем сыграли в ничью в Дерби с Вестхэмом. И еще сыграли дважды с Ливерпулем. В кубке выиграли и в чемпионате сыграли в ничью. У Челси 10 матчей без поражения теперь. Играют они с Види, который в своем чемпионате выиграл дважды и в кубке единожды. Название этих команд вам ничего не скажет. В общем соперники в Види были простыми. А для Челси сам Види будет простым, наверное. А завершить наш обзор раскладов хочу Галеодорами. Вот список лучших забивал. Выделяются тут 5 футболистов, которые забили по 2 мяча. Больше никто не забивал. Итак, это Бонега из Севилии. Это Бамиянг из Арсенала. Это Бен Иедер также из Севилии. Это Хайрович из Динамо Загреб. И Кай Хаверс из Байра. И 2 футболиста дали по 2 голевых паса. Больше никто не отдавал. Это Гавранович, Динамо Загреб и Мхитарян Арсенал. Смотрите еще расклады в Лиге Чемпионов. Смотрите как начисляются очки в рейтинге UEFA. И смотрите видео про третий турнир. До скорого. Ну и поставьте лайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok